МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Палеонтологам из Альберты удалось найти останки динозавра-старожила. Почтенный возраст представителя вида бодающихся ящеров составил 85 миллионов лет, что позволяет считать его древнейшим представителем своего семейства. Останки пролили новый свет на эволюцию самого толстолового семейства динозавров. Хотя это самый ранее известный представитель данной группы. Утолченный череп этого пахилозавра необычно хорошо развит, учитывая геологический возраст находки, заявил Дэвид Эванс из Королевского музея Антарио в Торонто. Эванс и его коллеги обнаружили останки самого древнего любителя пободаться в споре за внимание самки, проводя раскопки на территории провинции Альберта на поле фермера Руа-Одэ. Здесь залегают породы, сформировавшиеся во второй-третьей мелового периода 85-83 миллиона лет назад в рамках так называемого Сантонского яруса. Ученые нашли в этом поле несколько фрагментов костей, в том числе осколки черепа. Данный динозавр был относительно небольшим, его масса не превышала 40 килограммов, а длина 2 метров. Ученые присвоили ему имя Агротолус Аудети, что означает толстолобый ящер ОД. Ближайшие родичи этого ящера обитали на территории современной Монголии 83-72 миллиона лет назад. Как он попал в Альберту, остается пока неизвестно. Во вторник экс-премьер Антарио Далтон Магинти признался, что отмена постройки запланированных заводов в Оквиле и Миссисаге была его личным решением. По его словам, он не мог и догадываться, что такой шаг влетит в столь существенную сумму. Выступая под присягой перед судом законодательного комитета, Магинти признал, что это его вердикт положил конец проекту по постройке заводов, против которых выступали жители региона. «Среди сотрудников моего кабинета нет таких людей, которые смогли бы вывести точную сумму, в какую нам обошлось это решение», заявил премьер-комитету. Ориентировочная стоимость разрыва контракта со строительной компанией, занимавшейся возведением заводов на Пане и Лемптоне, составила баснословные 585 миллионов долларов, что куда превышает заранее озвученную либералами сумму. Во главе Магинти сумма была все-таки 230 миллионов долларов. По словам экс-премьера, заводы и ветровые турбины находились слишком близко к жилым районам, школам, госпиталям и другим важным объектам. Магинти назвал горячие дебаты по данному делу главной причиной, почему осенью прошлого года он неожиданно прервал работу парламента, объявив о своей отставке с должности премьера. Ученые университета Гвелл создали вакцину, которая может контролировать симптомы аутизма. Как отметили ученые, вакцина состоит из углевода. Она способна вести борьбу с кишечной бактерией, которая является возбудителем расстройств желудочно-кишечного тракта. В большинстве случаев ее можно наблюдать у детей, страдающих аутизмом. Приблизительно 90% больных болеют на тяжелые симптомы расстройств. У 75% отмечалась диарея. По мнению экспертов, кластридиум болти производит метаболиты и токсины, а также может влиять на некоторые симптомы аутизма. В составе вакцины есть специфические антитела, направленные против бактерии, что может улучшить состояние пациентов. По предварительной информации, ученые уже успели проверить эффективность новой вакцины на лабораторных животных. Но на более детальные данные рассчитывать пока не приходится. В среду статистическое агентство Канады обнародует новые данные касательно переписи населения среди новоприбывших в страну. Организации интересуются, в первую очередь, где селятся приезжие и откуда они приезжают. Уже сейчас известны предварительные результаты, из которых следует, что вскоре на территории Торонто могут появиться братья-близнецы таких районов, как Чайнатаун, греческий город и маленькая Италия. Селиться в этих центральных районах новоприбывшие в большинстве случаев не хотят. Их отталкивает экологическая ситуация и высокие цены на жилье. Тем не менее, люди всегда тянутся к своим. Селятся ближе к соотечественникам и носителям того же языка и культуры. По данным социологов, представители одной и той же этнической группы, проживая в коммунах, помогают друг другу и легче устанавливают контакт в новой для себя стране. Так где же теперь будут расселяться эти этнические группы? Выходцы из Китая облюбовали районы Скарбора и Мархома. Итальянцы вон и прибывшие из Индии, конечно же, врам там. Представители еврейской общины селятся вдоль Батерста, от Лоуренс до Сентра. Канада давно входит в число стран с радостью принимающих иммигрантов. Так, ежегодно сюда прибывает до 250 тысяч представителей других стран. Из них порядка 32% выбирают Торонто местом для начала новой жизни. Новости спорта. 9 лет спустя Торонто вновь сыграло на родном льду в плей-офф. И вновь проиграл. Но что это был за проигрыш? Команды слеснулись, как в последний раз, выдав равную игру с минимумом ошибок. Настоящий плей-оффный хоккей. Главной бедой нашей команды оказалась относительная неопытность по сравнению с Бостоном. Для главных игроков это был первый матч плей-офф за всю карьеру. Поэтому нервы были накалены до предела. Не отставали и трибуны. Зал Air Canada Center был залит синий-белым цветом. Город ждал этого матча долгих 9 лет. Уже в первом периоде Адам Макуайт зарядил шайбу ворота Торонто. Однако это нисколько не охладило настрой команды. Настрой скорее охладила вторая шайба. Долго себя ждать не заставивший. Во втором периоде момент среализовал Рич Паверли. Но и Торонто не отставал. Спустя какие-то мгновения шайба оказалась в воротах Бостона. И трибуды встали с мест. Эту радость вскоре подавил напор противника. Воспользовавшись проехами в обороне, третью шайбу провел Натан Нортом, а четвертую Даниэль Пайем. В первую же минуту третьей двадцати минутки Кассель забивает вторую шайбу ворота Бостона и Торонто, начиная широкомасштабный прессинг на пятачок противника. Впрочем, успехом это не увенчалось. За полторы минуты до финального свистка Дэвид Крейчим поставил точку в матче, доведя счет до 5-2 в пользу Бостона. На этом все новости на этот час. С вами был Слава Кос, новостная служба Радио Торонто. Самые свежие новости и самая вкусная музыка на радиоторонто.фм. Слушаем и оставляем свои комментарии. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин